В искушении никто не говорит «Бог меня искушает». В молитве «Отче наш» мы молимся «Богу, не веди нас во искушение». Поясните, пожалуйста. Хороший очень вопрос. Здесь имеется в виду следующее. Когда Бог испытывает человека, здесь правильно было бы в переводе написать «никто не говори в испытании, что Бог меня искушает». Потому что Бог не искушает никого, потому что сам не искушается злом. Поэтому слово «искушение» и «испытание» в Иврите — это два разных глагола. «Испытание» — это не «сайон», а «искушение» — это «питуй». «Искушать» — это «лефатот» буквально. Отсюда слово «питайон». Вот приманка рыболовная, например, это «питайон» — каша, которую рыбак рассыпает в воде, забрасывает туда и так далее. Это все «питайон». «Питайон» — это наживка. Это может быть кусок кальмара или креветка. Это тоже «питайон». То, на что должен соблазниться рыба и клюнуть. То же самое в духовном мире. Так вот, в молитве «Отче наш» мы говорим следующее. «Когда мы пойдем через испытания, не дай нам впасть в искушение». Вот так нужно понимать эту фразу. «Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого». То есть, когда ты будешь меня испытывать, дай защиту от лукавого, чтобы я не впал в искушение и не клюнул на эту наживку. Да, и в иврите используется слово «несайон» в молитве «Отче наш». То есть, испытание. Поэтому я объясняю. Во время испытания не дай мне упасть. Это всегда одновременно работает. Бог испытывает, потому что без этого наша вера не вырастет. Это как тренировка такая. А в это же время сатана искушает. Во время испытания. Потому что нагрузка возрастает. В переводе 1611 года на английский там написано «Избавь от искушения» это просто особенность русского перевода. Да, ну вот я сейчас объяснил. «Избавь от искушения» Продолжение следует...